Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Очередная грузинская мечта провалилась на днях, да не одна. Сначала не удалась затея правящей партии «Грузинская мечта» устроить импичмент президенту Солому Зарубишвили. Формальный повод для ее отставки – турне по Евросоюзу, вопреки запрету парламента на рабочие поездки в ЕС. Ну что поделать, тренд такой сейчас среди либералок – рассекать по Евросоюзу и выпрашивать что-либо. Но то, о чем вела переговоры с Зарубишвили, а это не просто деньги, в этом-то и соль конфликта с правящей партией. Если правительство считает, что визит президента не будет способствовать получению Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе, в этом случае правительство имеет полное право данной конституции не отдавать согласия на визит президента. Мы опасаемся, что визит президента и ее заявления нанесут ущерб нашим усилиям по получению статуса кандидата. Гражданка Франции, она же президент Грузии, Солома Зарубишвили, выпрашивает по своим каналам членство Грузии в Евросоюзе. Тоже мне большое дело, казалось бы. Но что же это так не нравится остальным грузинам? Вот вам простыми словами расклад. Не будем забывать о важной детали в регионе. Энергомост – Россия, Грузия, Армения, Иран. Очень выгодный всем участникам проекта. Но очень невыгодный Вашингтону, как основному поставщику сланцевого газа. Одни трубы у газопровода уничтожили, а здесь целый энергомост, да еще с кем? С главными оппонентами Вашингтона – Ираном и Россией. Конечно же, карманный президент страны Зарубишвили по американской методичке поддерживает кормящую хозяйскую руку. Побочный геополитический эффект неудавшегося импичмента уже очевиден. Грузия отказалась участвовать во встрече в Тегеране по Южному Кавказу в формате 3 плюс 3. Проект крайне выгоден всем участникам, и конкретно Грузия получила бы от него солидные финансовые дивиденды. Во-первых, сама при себе торговля и инвестиционные проекты с Ираном, Турцией, Россией, Азербайджаном и Арменией – это вам не с беднеющим Евросоюзом и его энергетическим кризисом по сусекам скрести. Плюс Грузия, не располагающая нефтегазовыми запасами, сразу же получила бы их по очень хорошей цене. Также в формате 3 плюс 3 явно будут разрабатываться новые транспортно-логистические коридоры и железнодорожных перевозок и сухопутных воздушных маршрутов. И на транзите Грузия тоже неплохо заработала бы. Грузинская мечта, но для всех ли? Все согласились с тем, что дверь для Грузии остается открытой в нашем формате 3 плюс 3. Мы понимаем причину, по которой грузинское руководство пока воздерживается от присоединения к этой шестерке. И ценим, что грузинское руководство исходит из возможности сделать это в будущем, как мы понимаем. При всех обстоятельствах нынешние власти в Тбилиси, как они уже не раз доказывали, исходят прежде всего во всех своих действиях из коренных национальных интересов. И это дает основание полагать, что полноценный формат 3 плюс 3 может заработать в недалеком будущем. Могла ли гражданка Франции из Рубешвили отмазаться от импичмента в принципе? Конечно, могла. Сказала бы, ребят, я как частное лицо гражданка ЕС имею право путешествовать по Европе. И решала бы свои вопросы. И все, и никакого политического кризиса, ну, во всяком случае, на аванс сцене. Но грузинский лидер настояла на позиции президента в рабочей поездке. Зачем? Ну, как минимум в случае успеха переговоров. Шлеев, это же все за Рубешвили и ее связи, вот она какая молодец. Конечно, доставил бы ей политических очков. А в случае обострения ситуации внутри Грузии, очередных протестов, коих немало в последние годы в стране, тоже интересный расклад. Ведь в сентябре грузинские спецслужбы сообщили о якобы заговоре по насильственному свержению власти, который удалось разоблачить. Или не до конца. И искусственно ввергая Грузию в политический кризис, президент страны может отловить всю сеть заговорщиков и провокациями вычислить тактику своих оппонентов, чего нет. Получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе – это полный крах для радикальной оппозиции, поскольку они не могут критиковать по делу и оппонировать по конкретным темам. Вся их идеология построена на нарративе о том, что грузинская мечта – это политическая сила на службе России. А ведь Саламы Зарубешвили в 2018-м пришла к власти благодаря поддержке именно правящей партии «Грузинская мечта». Партия, между прочим, в близких отношениях с последним настоящим политиком Евросоюза Виктором Орбаном. Но Зарубешвили, как это часто бывает, обещала одно, а сделала совсем другое. То ли в угоду вашингтонским куратором, то ли по иным причинам, но грузинский лидер начала требовать от парламента активно противостоять России. Вести визы, отменить прямое сообщение, блокировать предоставление россиянам грузинского гражданства. Отдельный вид развлечения в это время смотреть на лица релакантов и беглых либералов. Все эти нервные движения новой президентки, конечно, привели к существенным разогласиям внутри грузинского правительства. Понятное дело, всего за несколько месяцев 2023-го валютные переводы из России в Грузию возросли в 10 раз. К началу 2024-го эксперты ожидают обороты денежных переводов в 6-8 миллиардов долларов. И это 35-40% грузинского ВВП. У политиков правящей партии хватило ума не выводить санкционные пакеты против Белоруссии. И за счет продолжения сотрудничества обеспечили своей стране рост ВВП. Ну и какая тут блокада России или ЕАЭС? Кому она нужна? Заинтригованно задались вопросом в их правительстве. По данным Национальной службы статистики Грузии, торговый оборот Грузии и России только с января по сентябрь 2023-го почти достиг 2 миллиардов долларов США. Да и с Белоруссией товарооборот превысил 40 миллионов долларов с января по апрель 2023-го. Что не может не радовать грузинских граждан и не расстраивать американскую администрацию. Еще больше анализа геополитических событий в наших телеграм-каналах.